Здравствуйте! В эфире программа «Тема дня». Сегодня у нас в гостях кандидат народной депутаты Украины по Киевскому району от политической партии «Народный фронт» Александр Остапенко. Александр Анатольевич, здравствуйте! Здравствуйте! Избирательная кампания уже вышла на свою финишную прямую и сейчас уже очень многие, практически подводя ее итоги, говорят о том, что это стала одной из самых грязных кампаний, использующих много черного пиара и так далее, в том числе и, конечно же, использующих подкуп избирателей. Вот все ли кандидаты подкупают? Вы лично покупаете симпатии избирателей? Как? Ну, если так уж вообще говорить, то, наверное, да, все. Я стараюсь подкупать своей искренностью и искренней позиции. Я просто доношу ее до людей, и когда мне удается с людьми поговорить, мне удается их переубедить в пользу своей программы и в пользу себя как кандидата в Верховный Совет. Я хожу по дворам и говорю с людьми. К сожалению, кампания настолько коротка, что не удается поговорить со всеми. И, используя вот ваш ресурс, я надеюсь, донести свою позицию. Что касается, ну, в принципе, грязности избирательной кампании, да, она очень короткая, очень грязная. Почему? Цена вопроса большая. Поскольку вступил в действие закон иллюстрации, очень многие те, кто под эти каноны иллюстрации попадают, под очищение власти, они стараются найти такое тихое прибежище под куполом Верховной Рады. И именно поэтому для них цена вопроса большая, они готовы много положить для того, чтобы там оказаться. Очень характерна ситуация, прежде всего, в Одесской области. Если посмотреть, проанализировать, и в городе Одессе, и в Одесской области, буквально в каждом избирательном округе, находится очень чрезвычайно одиозная личность периода, так сказать, Януковича. И все хотят, и все хотят. Ну, а почему? Неужели по всей стране, ну, как минимум по части страны, не такая же ситуация? Почему сейчас именно Одессу, Одесскую область называют, ну, вот, лидерами, лидером в отношении количества фактов подкупа? Ну, вы знаете, вот, в их представлении, вот, именно, вот, Одесса, Одесский регион, да, считался таким бело-голубым, где больше всего людей разделяло некие такие их убеждения, вернее, их отсутствие. Вот, я так не считаю. Я считаю, что Одесса город патриотов, и она это неоднократно доказывала, и, ну, у них есть такая мысль, что здесь легче пройти, чем, допустим, там, в Центральной Украине, или, тем более, в Западной. То есть, и так можно ничего не покупать? Нет, а вот как раз легче пройти именно такими механизмами, такими способами. Я чрезвычайно рад, что Верховный Совет все-таки удосужился и принял целый пакет законов, которые предотвращают коррупционную деятельность, в том числе и раньше, так сказать, закон об очищении власти. И чрезвычайно рад, что проголосовали закон о усилении ответственности за факт подкупа. Причем это обоюдное усиление со стороны граждан, со стороны... А вот как вы считаете, обоюдное будет способствовать эту уменьшению? Я думаю, что не будет. Будет ли работать закон, ну, сразу. Он никогда не заработает вот так вот, буквально там, в одномоментно, да, но многих насторожит и предостережет от уж слишком явного, да, от слишком явного, от раздачи подарков, продуктовых пакетов, велосипедов, там, билетов в кино, театральных концертов и детских площадок. Есть же подкуп там массовый, коллективный, а есть подкуп индивидуальный. Так вот, ну, факты свидетельствуют о том, что готовились и к тому и другому. Будут ли это сейчас делать, а чрезвычайно важно, именно последняя неделя кампании, думаю, что будут остерегаться, да, хотя бы для того, чтобы не оказаться фигурантом уголовного дела. Ну, вообще, вот как можно наказать избирателя за факт подкупа, ведь, ну, вручили бабушке тот килограмм гречки, да, пресловутый. И, понятное дело, что, ну, возможно, он ей нужен, так что ей нужно? Отказываться от этой гречки? Она идет на избирательный участок делать свой выбор. То есть, как должен избиратель вести себя в отношении таких фактов подкупа? Вот, и, собственно, как это должно? Вы знаете, тут же не дилемма брать или не брать. То есть, можно гречку брать, безусловно, да. Да, ситуация тяжелая, особенно с пенсионерами. Я понимаю, что каждый кусочек хлеба, да, каждая карташинка или, там, килограмм этой гречки в конечном итоге кого-то прокормит один или два дня. Можно брать. Но надо четко понимать, что человек, который это делает, он собирается возграбить все последующие годы. И это может быть пять лет, если это Верховная Рада просуществует пять лет. Поэтому моя позиция, если уж так совсем плохо, ну, берите. Вот, я вообще не очарованный и думаю, что сам факт, вот такой вот подкупа такого со стороны, прежде всего, избирателя, да, и его доказать-то невозможно. Но голосуйте по совести, не желудком, а головой и сердцем. Голосуйте за реальные программы. Те, кто говорит, что счастье наступит завтра, просто, вот просто сразу после выборов, это просто закоренелые обманщики. Такого не может быть в том экономическом, тяжелом, социальном, социальной ситуации, в которой находится наша страна, да еще в условиях войны. Только ежедневный, повседневный, трудный путь нам придется пройти, большую работу сделать для того, чтобы наша страна стала действительно успешной, европейской, не по территориальному признаку, а по своей сути. Ну, давайте тогда подробнее о программе. То есть, я так понимаю, что завтра наступит очень не скоро то самое светлое. Ну, точно не завтра. Когда будет все хорошо. Точно не завтра. То есть, вы не обещаете, что все будет хорошо и вот уже сразу. Нет, это неправда. Оно не может быть так, в принципе, да. В нашей, ну, по всем определениям нищей стране не может наступить счастье социальное завтра. Мы по конституции социальная страна. И это обман граждан, потому что мы не имеем ресурсов, чтобы ней быть. Нашу страну 23 года грабили и фактически уже унесли все. Да, даже, я иногда шутил, украли даже полку, где лежали деньги. И поэтому, для того, чтобы эта страна была успешной, надо запускать большие проекты, привлекать большие инвестиции. Всем много трудиться, единым фронтом. И людям, и депутатам, и чиновникам. Надо заставить всех работать на людей. И только тогда можно сделать. Поэтому в моей программе лично 5 таких вот ключевых позиций или блоков. Первый блок – это первый национальный проект возрождения морского флота Украины. Я считаю, что сила Одессы и Одесского региона – это в нашей транзитности, в транспортной инфраструктуре, в коридорах. И мы тут можем много зарабатывать. Недаром вот так много чиновников, олигархов пытаются поставить под контроль наши одесские порты, их 9. И я уверен, что… Появятся, наконец, детские садики, школы, дороги и все, что необходимо для того, чтобы вот это все работало. Второй блок программы, если уж переходить дальше, это то, что касается военных. Но, к сожалению, у нас в стране сложилось мнение, что армия – это прежде всего дармоеды. Они вообще были не нужны, поскольку у нас не было ни внешних, ни внутренних угроз, где можно было бы применять вооруженные силы. Я, как военнослужащий с 30-летним стажем, много раз, поскольку ученый, военный, кандидат в военных науки, я много говорил о том, что такая ситуация плохо закончится для нашей страны. И вот теперь у нас есть внешняя агрессия, есть проявление сепаратизма и нет вооруженных сил. И я точно знаю, что надо сделать для того, чтобы появилась нормальная военно-техническая политика, чтобы наша армия была оснащена и вооружена. Что надо сделать для того, чтобы появилась боевая оперативная подготовка, чтобы наши солдаты умели делать, а не волонтеров с различных вузов брали, вооружали автоматами и они учились ценой своей жизни, как правильно воевать. И я понимаю и чувствую это на себе прежде всего, что военнослужащий должен быть социально защищен. Не может человек, офицер, солдат идти и умирать за родину, если он не уверен, что его семья, его дети будут обеспечены в случае какого-то нехорошего исхода. То есть речь идет о профессиональной контрактной армии? Ну, безусловно, о профессиональной контрактной армии. Соответственно, на это нужны деньги. Да, на это нужны деньги, но это не такие большие деньги, как нас пугали все время. Я вам скажу, что абсолютно точно мы пытались строить внеблоковую страну, и по определению, по военно-экономическому анализу, ресурс, который нужен для того, чтобы обороняться на всех рубежах, в случае внеблокости, он примерно в три раза выше, чем если мы будем двигаться к какому-то из военно-политических союзов. Я уверен, что в этом исход, и мы к этому придем рано или поздно. Но, тем не менее, вот три части вот этого второго блока я знаю, как сделать. Третий пункт? Третий пункт, да. Это то, что касается нас, Одессы и одесситов. Одесса – город свободных людей, вольных, которые своим трудом, знаниями, умениями, смекалкой могут точно заработать на кусок клево себе и своим детям. И, мало того, еще могут дать работу кому-то. Поэтому я уверен, что если не мешать малому и среднему бизнесу, то одесситы, и не только одесситы, сумеют накормить себя, свою семью, накормить кого-то рядом. Мало того, это может стать еще и локомотивом для развития вообще экономики в целом страны. И поэтому буду однозначно выступать за снижение налоговых нагрузок, за устранение какого-то несметного количества контролирующих органов. Их уже там к сотне приближается. Я понимаю, что надо людям дать возможность, и надо дать возможность бизнесу свободно дышать. Перекратить постоянное перераспределение собственности, дать возможность организовать свое дело и какой-то период его развить, и потом зарабатывать, и потом брать налоги. То есть есть целый комплекс мер, как это сделать. И такой путь прошли многие страны, я думаю, мы пройдем. И пятый? Четвертый. Еще четвертый. Четвертый. Одесса не только город моряков, военных и предпринимателей, но Одесса еще и город поэтов, писателей и художников. У нас уникальная культура в Одессе. Я не соглашусь с тем, что Львов есть культурная столица в Украине. Я думаю, что такой культуры, такого сплава, вообще уникальности культуры, как у нас в Одессе, вообще нигде нет. У нас тут и болгары, и поляки, и русские украинцы, и греки, и французы, они вносили в нашу культуру что-то такое, но дело ее абсолютно уникальное. И это надо сохранить. И надо сделать так, чтобы Одесская земля рожала Жванецких, и Бунинов, и многих-многих других писателей и поэтов, которые здесь, Пушкиных и так далее, которые здесь приезжали, творили, и все получалось. И для этого надо дать тоже возможности. Я имею комплекс мер, как это сделать. И последнее, это то, что касается развития инфраструктуры нашего города, это пятый пункт. К сожалению, наш город один из немногих на Украине, которые вообще не имеют генерального плана, и поэтому мы хаотично застраиваем все вокруг. Мы задыхаемся в транспортной инфраструктуре, поскольку строим там дома, где должны быть транспортные развязки. Мы убиваем абсолютно и развиваем, поддерживаем, вернее, абсолютно не жизнеспособную систему женщинно-коммунального хозяйства, которая просто проедает и разворовывает деньги, которые жители платят. И я абсолютно убежден, что для того, чтобы эти проблемы решить, надо эти проблемы, решение этих проблем приблизить как можно ближе к людям. То есть, если у нас появится там в каждом доме лицевой счет, есть целый комплекс. Я понимаю, что дома разные, что они разные по исходному состоянию. Но вот если люди будут знать точно, что все средства идут на конкретный дом, и это контролируют, я уверен, что будет лучше. Воровать будет меньше, хотя бы по этой причине. Ну и необходим комплексный план развития города, застройки города и многие другие планы, которые надо реализовывать. Комплексно надо решать проблемы, а не так, как мы сейчас решаем. И соблюдение этих планов. Обязательно соблюдение. Да, это вообще наша и одесская, и украинская ментальность. У нас очень много хороших законов и совершенно отсутствует желание их выполнять. Александр Анатольевич, выборы парламента, это еще и выборы премьер-министра, это выборы правительства. Вот по сути, как вы видите коалицию, вообще будущее правительства Украины? Ну, я уверен, что коалиция сложится из, ну, по крайней мере, такие декларации есть из состава Народного фронта и блока Петра Порошенко. Есть много вопросов каждой политической силе, я понимаю, если эти вопросы будут задавать телезрители, они безусловно есть. Но то, что сегодня в парламенте остро не хватает такого постоянного большинства, которым должно проводить очень актуальные реформы и законы, которые эти реформы обеспечивают, это абсолютная очевидность. Сегодня в том созыве Верховной Рады, который есть сейчас, по сути, на каждое важное решение необходимо собираться ситуативное большинство. Это трудно, невозможно и дорого. И именно поэтому нужно обязательно объединение вот таких патриотических, демократических сил, которые бы могли принять очень важные законы, которые бы способствовали системной реформе в Украине. И думаю, что эта коалиция сложится. И это вот единственное позитивное предназначение Верховной Рады следующего созыва. Я понимаю, что закон старый, что его принимали под регионалы, что все трудно и многие из них опять же пройдут. Но если эта Верховная Рада будет хотя бы на шажочек лучше, чем предыдущая, многое удастся сделать. Я уверен, что должно наступить время честной политики и честных политиков. То есть должны в Верховный Совет прийти люди, которые не олигархи, которые не связаны с бизнесом, которые не идут туда его защищать, а которые стоят на твердых идеологических позициях и намерены свои идеологические позиции, принципы и цели реализовать в Верховном Совете очень искренне для людей. Уверен, что должен быть механизм отзыва любого депутата и чиновника. Не получилось, не оправдал доверие. Ну, как говорят в Украине, слазь скобыл и не мучает скотина. И так должно быть. Обязательно должен быть этот механизм. И тогда у нас... Механизм контроля и отзыва депутата. Да, контроля и отзыва. Я имею возможность его снять. Эти правила должны быть прописаны и не зыбливы. Александр Анатольевич, ну и в завершении нашей беседы, вот как вы считаете первые две законодательные инициативы, которые должны пройти в следующей Верховной Раде? Вот в сию секунду то, что требует незамедлительного решения. Ну, первое, я бы поставил в приоритете так. Сначала вот то, о чем мы говорили в конце. Обязательно механизм отзыва, и этот механизм должен быть прописан очень четко и очень прозрачно и реализуем. Второе, я абсолютно убежден, что надо сделать все возможное для очищения власти, реализации и выполнения закона про очищение власти и про борьбу с коррупцией, потому что это страшнее войны. Я в этом лично убежден. Вот. Ну и разрешите на третье поставить все-таки мою программу. Она два года. Программа, первый национальный проект развития и восстановления морского флота Украины два года находится в Верховном Совете. Я очень хочу его реализовать, потому что понимаю, что это даст Одессе статус морской столицы и какое-то новое дыхание. И вот если говорить о приоритетах, то эти вот первые три приоритета. Ну что ж, спасибо, удачи. И напомню, что у нас в гостях был кандидат в народные депутаты Украины от политической партии «Народный фронт» по Киевскому району Александр Остапенко. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok